Вы зайдёте на наши ресурсы, вы там встретите то, чего нигде нету. Вот у меня YouTube, канал YouTube, называется «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Вы можете сейчас зарядить и посмотреть. У меня 17 400 роликов. Тысяч! У нас миссионерские поездки какие, как всё делаем, как работаем. Я начальник детского лагеря, 45 лет. И всё это снимается и показывается, как надо жить. Вот заберите сейчас канал, напишите канал «Во свете Библии». Ну, может, не настолько там, как богословы различные, но я это знаю. Бога я верю, и верю по-своему. Бог у меня в душе. Вот, и я часто его вспоминаю. Я не хожу в церковь. Вот, почему? Потому что ни в одной из святых книг я не нашёл, что где-то между мной и Богом должен стоять какой-то посредник, у которого нет доверенности от Бога предоставлять его здесь, на земле. Поэтому я не верю ни одному церковнику, ни одному. Я видел, как там, значит, меня как-то лет 20 назад позвали, там, не 20, 15 назад позвали крёстным отцом женщине, которой уже было 20 лет. И вот когда там церковь крестили, заставили её раздеться там, ну, вы знаете, вот честно сказать, у меня было желание рожу набить этому священнику. Просто-напросто, вот, честно, я интеллигентный, выдержанный человек, бывший большой-большой руководитель в этой стране. Вот, но у меня было громадное желание набить рожу этому священнику, потому что он не думал об обряде, он не думал о чём? Он думал о том, чтобы вот похрапать её за мягкие места и всего лишь, понятно? Поэтому, это ещё раз подтверждает, что все церковники, это обыкновенные люди, бездарные, ничего не имеющие, не умеющие зарабатывать, лентяи, не хотят идти с лесарем на завод работать или кем-то ещё на стройку, каменщину, где надо кирпичи таскать. Вот. А он просто пошёл, дуру там включил и сидит, понимаешь, собирает там по три копейки со старух. На этой и живёт, понятно? Вот и всё. Ну, не все же такие-то, вы с этим тоже даже согласны? Все, 100% все. Наш великий патриарх. Знаете нашего великого патриарха? Я скажу вам, послушайте, я уже слушал вас. Мы православные... Нет, слушайте, я не закончил. Я сейчас ещё про патриарха вам скажу, чтобы вы знали. Знаете, какая у него кликуха есть, не знаете? Тобачный капитан. Знаете почему? Потому что когда-то в ельцинские времена церковь пришла к Ельцину и попросила денег. Он сказал, денег у меня нет. Я вам дам право ввозить сигареты из-за границы. Беспошлина. А вы будете брать пошлину себе в карман. Так вот, во главе этого мероприятия сидел наш патриарх, когда он не был патриархом. Понятно? Он сидел и брал пошлину. Понятно? Часть церковь, а часть себе в карман. И кликуха у него была, воплотных, которые завозили сюда сигареты, и у всех бизнесменов, кто завозил сюда без сигареты. Была кликуха у него, табачный капитан. Понятно? А сегодня он стал патриархом всей Руси, великим человеком. Мама тебя родная, посмотрите на него, он ходит там, подилом машет. Да кто? Никто. Звать его никак. Тварь последняя. Человек завозил сигареты, чтобы травилась наша страна. Не правда, что ли? Правда. Да, я понимаю, русский мужик без стопки водки, без сигареты, тяжело ему жить. Я это все прекрасно понимаю. Я, извините, в жизни начал мне, руководителем этой жизни начал, обыкновенным с актером, 3 года проработал с актером до института. Я знаю, почем фунт лиха и прочее, прочее. Понятно? Сегодня мне 70 лет. Я до сегодняшнего дня еще галую работаю. Почему? Потому что на эту пенсию, которую мне платят, прожить невозможно. Так, теперь я скажу, вот столько же времени прослушайте, 10 хотя бы минут. Я живу в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. У меня по трудовой книжке 35 лет трудового стажа. И пенсия 8141 рубль 33 копейки. На 8000 вы можете прожить в Барнауле? И теперь дальше. Вот в первом послании к Коринфянам 4.5 написано. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. Я ничего вас не опровергаю. Я не согласен здесь. Минуту, я не согласен здесь. Но я вас не перебивал. Если мы не будем судить, судить при жизни не будем, то подлецов будет в один раз больше. Если вы не будете одергивать подлеца, когда он ворует... Ну вы одергивали, патриарх, одергивали? Ну еще раз палять с отоздря. Я ему один раз сказал. С тех пор он не хочет со мной сновидаться. Так теперь послушайте. Вам трудно выслушать. Я перезвоню, хорошо слышишь? Перезвоню тебе. Да, добро. Нет еще, сейчас собираюсь. Добро, давай. Поэтому если мы не будем судить сами, кто тварь, а кто нормальный человек, и не будем тварей одергивать, они еще страшнее будут нас украпить. Ну вы маленько можете послушать? Послушать, не перебивать. Ну вы большой начальник, но выслушать маленького человека можете? Могу. Я попрошу, спокойно так поговорить, чтобы по-хорошему расстаться. Я вас, я не сужу вас. Я только сказал, что мне 81-й год. Я родился в старообрядческой семье, без поповцев. Отец пришел с фронта без руки. И нас в семье у отца с матерью 10 ребятишек, 5 мальчиков, 5 девочек. Жили бедно так, что даже сказать нельзя. Первый раз я прибежал уже по снегу босиком в школу. И главное, 10 детей, ни одного больного нету по сегодняшний день. И отец с матерью на двоих полкласса не кончили. Но мы ни разу не слышали, чтобы они кого-то ругали во власти там или где-то. И нас к этому приучили. Вот, когда я пошел в армию, нам мать сказала, нельзя в пионеры вступать, там нельзя то, с женщинами дело иметь, курить, воровать. Это от этого меня Бог сохранил. Я в армии был. И подводный плод, и ракетные войска. Я сегодня генералу задаю вопрос. Я говорю, увольнители на сколько дают? Ну, за хорошее поведение. Даже на сутки можем дать. Срочнику, солдату. Я говорю, у меня была увольнительная с 1 января до 31 декабря. Ну, тогда служили 4 года. А что это за должность? Нет таких должностей. Он говорит, я говорю, есть. Одна должность, она мне досталась. У меня не было младшего сержанта, там, ефрейтора. Мне сразу старшину. И техник, у меня строительное образование, в органах МВД работал. Техник, смотритель воинских зданий, ракетный хвой с Дальнего Востока. Я должен был осматривать жилище и писать, кому новую квартиру дать, там, кто другое. Но не в этом дело. Когда я обратился к Богу, а это было в 62 году, 27 сентября, у меня началась новая жизнь. Я в это время работаю на корабле. На корабле. Все у меня здоровье. Все время занимаюсь спортом. Добиваюсь разрешения сдать в высшем мореходном училище три курса за год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. То есть у меня перспектива большая была. И в это время мне в руки дают Евангелие. Это вообще чудо как было. Я полчаса, наверное, книгу посчитал. Я понял. В душе была пустота. Все, что я имел. Я увидел, для чего жить надо. И наутро стал, наутро, как лоцмановский катерок подошел, я через пальц в борт шагнул. И первому матросу говорю, живем неправильно. А матросы – это блудливый народ такой. Дома терпимости в каждом порту. И вот теперь сразу же весь караван корабля узнал, что Лапкин сошел с ума. С ума сошел. Ну, советская власть. Тут не надо говорить. Но в это время мне хотелось, чтобы люди знали о Боге. А как? Печатать нельзя. Машинки нельзя взять. Но сломанный у меня был. Достал я все-таки. И вот в это время Господь работает надо мною. И я на пленке начитываю 50 книг. Это Библия. 12 томов Иоанна Златоуста. Каждый том 850 страниц. Это большая-большая работа. 50 книг. И захватил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Первый в стране. И это новое. Не люблю я Солженицына. Ну, дальше. Дальше. Беру... Так, подождите. Беру интервью репрессированных. Нет, нет, почему? Послушайте. Послушайте. Я не закончил. Ну, я же не перебивал вас. Я знаю это. И меня запрятали. Я прошел 5 тюрем. Нет, он просто-напросто наш талантливый народ. Теперь я реабилитированный. И Господь позволяет мне одновременно... ...за грехи людей и воскрес. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Вот главный смысл жизни. Прославление Бога. Чтобы люди считали Его закон Божий, который Бог дал как откровение в Священном Писании. Мой тебе поможет? Я этим живу 57 лет. Помогу. У меня не было обстановки никогда, где бы Господь не ответил на молитву. За то, что я распространял Слово Божие, советская власть меня забрала. Я 5 тюрем прошел, лагерь смерти. Там трудно было выжить. Меня пальцем никто не тронул. Грешники каялись, обращались. Следователь умер по-христиански. Один исследователь КГБ стал священником. Это Бог делает великие и дивные дела. И Господь мне позволил вести занятия одновременно в пяти университетах. У меня вышло из печати 38 томов книг. Бог положил на сердце подарить бедным библиотекам. Это не маленькие книжки. Каждая книга 752 страницы. И мы проехали из Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. И в 650 городов и сел по полному комплекту подарили на 35 миллионов. А почему? Потому что я хочу, чтобы народ знал. Для Бога сделать это во имя Бога моего, Иисуса Христа. Вот как. У вас вопросы есть какие-нибудь о душе, о вечности? А то сегодня умеют судить только патриарха. У него машина, у него то другое. Я за себя буду отвечать, он за себя. Я за него отвечать не буду, а должен молиться за него. Чтобы он не погиб. Мы каждый день молимся за правителей, за Путина, за Дональда, за Рамзана Кадырова. За всех молимся. Поминаем их имена перед Богом. Чтобы правители сдавали мудрые законы. Дали достойно жить людям. Чтобы было еще уделять нуждающимся. Почему-то не получается, да? Получается. Очень хорошо даже. Сверхчаемо Бог дает. Вот. Видели в библиотеке, у Путина мои книги стоят. Мне кажется, дают руки. Ну, дело Божье. А ничего не делать. Под лежащий камень, говорит, вода не течет. И поэтому нужно трудиться, молиться, совершать молитвы перед Богом. Вот у меня тут слушают мусульмане. Ну, это у вас Библия, у нас своя книга. Я говорю, может быть, вот это у вас книга? Я говорю, ну, прочитай, что написано? Не знает. Я говорю, у вас что написано? Можно обманывать, воровать, блудить? Да нет. У вас написано, что после смерти человека есть рай и ад. И у нас написано. В этих вопросах-то мы одинаково понимаем. У них намаз пять раз, а у нас семь раз и сто поклонов каждый раз. С Богом-то как легко жить. Мне 81-й год. Господь позволил за имя Его Святой пройти пять тюрем и лагерь. И ко мне пальцем никто не прикоснулся, чтобы бить. А там убивали. Только сегодня разговаривал, завтра уже мертвый лежит. Это Бог делает. Мой следователь обратился. Следователь. Даже начальник тюрьмы умер по-христиански, как жена сообщила потом. Для Бога. И поэтому ты смотри на свое бревно в глазу, чем у другого сучок. Тогда, говорит, узнаешь. Я сейчас с одним разговаривал, он ожесточенный такой. Такую большую я должность занимал. Там что-то мало ему додали. Всех подряд клеймит. А нам написано. Не судите преждевремени никак. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Первое послание к Коринфам, 4 глава, 5 стих. Надо жить для Бога. Красиво, интересно, даже в бедности. Как же дети? Как? Как же дети? Жить для детей? Помогать? Ну, как помогать? У меня по трудовой книжке 35 лет трудового стажа. А пенсия 8141 рубль 33 копейки. Ну и кто это дал вам? Что, я живу? Я живу. Ни разу голодный не лег спать. Мясо в рот не берем. Алкоголь у нас не именуется. Не пьем, не курим. И работаем. Я тоже не пью, не курю. А? Я тоже не пью, не курю. Ну, молодец. Дольше будешь жить. Бога прославляй. Потому что тело наше есть храм Божий. И кто его разрушит? Бог говорит, покарает его Бог. А табак 12 лет жизни отрезает. А последние 10 лет только туберкулезом харкать будешь. Да. Для Бога жить это радостно. Все время у тебя ожидание лучшего. И каждый день лучше другого. И Бог дает труд тебе, друзей, врагов, чтобы испытали нас. Как велик Бог. А без Бога ничего нет. Только одно. Тот не такой, другой не такой. Все не такие. А он такой. Я стал говорить ему. Он сразу раз отключился и ушел. Я его слушал минут, наверное, 15. А он 5 минут не мог послушать, сказать, что вы роптали. А надо делать конкретно. Ну, не такой патриарх. Я за него отвечать не буду. Он за меня будет отвечать, если я его не слушаюсь. Он начальник, а я подчиненный. Подчиненному легче работать. Когда Норд-Дос захватили, Владимир Владимирович Путин говорит, я впервые встал на колени перед иконой Божьей Матери и сказал, что делать? Как освободить людей? Я верю, что слова его искренние. Верить никому нельзя. Я говорю, в этом моменте, что он сказал так, я верю, что так и было. Если человек не верит в Бога, он вообще ни для чего живет. Для червей могильных. Можно положить. Очень сложно жить. Знаете, вот с Богом как? У меня столько друзей и столько врагов. Потому что 81-й год, это уже понятно где-то. И как будто бы я где-то на 30-ти годах застрял. У нас занятия трижды идут по скайпу. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Как одна семья живут люди. Есть у вас какие-нибудь вопросы о душе, о вечности? Как душу спасти? Скажите, как спасти? Когда Адам с Евой были в раю, еще двое были. Господь сказал, от каждого дерева, всякого можете вкушать. А дерево познания добра и зла не вкушайте. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Они не знали, как малые дети. А змей подполз и говорит, а на понятном языке не умрете, но будете как боги. И она взяла, дала Адаму, приятный на вкус. Никто не понимает, какая трагедия случилась. В этот момент, нарушив заповедь Божию, они сделали смертными все человечество. И зато их состояние умерло уже больше ста миллиардов людей. Но Иисус пришел, Сын Божий, и взял грехи мира на себя, чтобы искупить людей. И верой, приступая к Нему, мы имеем этот доступ к благодати Божией. Не делами закона, но верой в Иисуса Христа, мы получаем спасение. За смертью наступает новая жизнь. Или в ад с сатаной мучиться, или со Христом в вечности. А мучиться – это огонь геенский, нестерпимый, бесконечный. Вот ради этого стоит, как Серапим Саровский говорит, вот мои возлюбленные, вот эта комната вся наполнена червями. И все тебя прогрызают во всех направлениях. Но стоит потерпеть немножко, хотя бы лет сто. Ради Царствия Божия. Если вам нужно будет узнать больше, вы запомните два слова. Игнатий Лапкин – это я. Игнатий Лапкин. Если по скайпу зайдете, вы наткнетесь только на меня. Я один в интернете с этим именем, фамилией. И я могу скинуть вам наши ресурсы, огромные ресурсы. И форум, мой мир, mail.ru, сайт, ютуб-канал. Хорошо. Себе где-то напиши, напишите где-то, Игнатий Лапкин. Это трудно запомнить, вы забудете его. Завтра уже не вспомните. Не вспомнить. Потому что это не Владимир Иванович Иванов. Видите, фамилия редкая, имя редкое. Ну что ж, тогда с Богом. До свидания.